Вопрос обеспечения качественной питьевой водой для населения обсудили в рамках круглого стола с участием заместителя председателя правительства Калмыкии Нарана Кюкеева, экспертов и представителей профильных министерств и ведомств. Вице-премьер отметил, что о проблеме вододефицита знают в федеральном центре, и этот вопрос неоднократно поднимался Батухасиковым на разных уровнях. На сегодняшний день доступом к качественной питьевой воде из централизованных систем водоснабжения обеспечены всего 7,4% населения, а не 76%, как считалось ранее. Что является самым низким показателем в России. В Калмыкии показатели обеспеченности питьевой водой нормативного качества среди городских жителей составляют 0%. 0%, то есть это жители Элисты, Городовиковская и Лаганя, обеспеченные водой ненадлежащим нормативным качествам. Все, наверное, знают, кто более погружен в ситуацию, что те 7,4% это у нас жители в основном Молодербетовского, Сарпинского и частично Кичнировского района, где есть вода, скажем так, нормативного качества. Там еще есть пару сел в Лаганском и в Ченжинском районах, но там как бы ввиду обеспеченности из проходящей трубы вдоль железной дороги. В целом же, еще раз повторюсь, показатели городского населения у нас 0%, в целом по республике 7,4%. Именно эта ситуация является, конечно же, абсолютно ненормальной. Именно по этой причине глава Калмыки Бату Хасиков, когда был на приеме у президента страны, он поднял этот вопрос основным. Потому что мы считаем, что вопрос воды является для региона наиболее важным. Также Кюкеев сообщил, что сейчас проводится экспертиза Экибрульского группового водопровода, после завершения которой станет известна дальнейшая судьба объекта. Мишустин, когда был на объекте, уже скажем, на РЧВ, на финише, на финишной, скажем, части водопровода, когда он все это увидел, его реакция была дословно, что средства были выделены, средства немалые, но водопровод в эксплуатацию не был введен. И по его мнению, что, скажем так, в данной ситуации должны разбираться правоохранительные органы и следует усилить контроль за расходными средствами. По словам эксперта, инженера гидротехника Константина Лавгаева, сегодня фактически всеми объектами в сфере водоснабжения в Калмыкии занимаются московские фирмы. А проблему дефицита воды не спасет построенный в перспективе магистральный водовод. На ближайшую перспективу, Владимир Владимирович, обратите внимание, смысл такой. Это не моя была даже мысль, это предложил Банькин, директор НТЦ. Ну, я до этого говорил, и, по-моему, Роспотребнадзор в лице сегодняшнего руководителя предлагал, говорил, что давайте смешаем Левокумскую воду с Байртинской, только не с Троицкой, с Троицкой месторождения, а с Байртинской месторождения. Вы сказали, что там качество выше, да, 1,4, максимум 1,3, максимум до скайпи, до 1,8. А Левокумское месторождение, минерализация 0,4-0,5, если с месторождения брать. То, что берут с резервуаров, не чистой воды, а грязной воды, там минерализация 0,8-0,9, я имею в виду, в Экибуроле и на других резервуарах существующие. А если брать скважины, то минерализация 0,3-0,4-0,5, смешиваем, я просто говорю, 1 литр воды договорит. Он сказал, возьмите баклажку 5-литровки с Северо-Умского месторождения, сейчас, тем более, работает строительная организация, которая делает строительную техническую экспертизу, но только из скважины и Байртинской воды. Давайте сдадим, смешаем, получим 10 литров, сдадим в лабораторию, давайте посмотрим, что мы на выходе получим. Ну просто, просто простой опыт, это не затраты, средств много не надо. Мы минерализацию, я уверен, понизим, причем понизим существенно. Для решения проблемы водоснабжения в республике активно ведется работа федеральным центром Роснедр, отметил в своем выступлении министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ачир Джамбинов. На сегодняшний день из 22 месторождений только в одном вода отвечает требованиям САМПИНА. Мы совместно с Федеральным агентством водных ресурсов, Татьяна Алексеевича, вы тоже в курсе, начали инициативу по изучению возможностей искусственного пополнения запасов подземных вод. Эту идею Федеральное агентство водных ресурсов поддержало. В этом году у прямого подведа Федерального агентства водных ресурсов, Росниеводного хозяйства, Институт научно-исследовательский из Екатеринбурга, в госзадании прописано изучение данной методики и в случае успешного ее возможного применения разработаны методики и рекомендации научных для дальнейшего применения. Работы эти уже на Троицком месторождении идут. В ближайшие годы мероприятиями по обеспечению качественной питьевой водой будут охвачены 14 населенных пунктов 10 районов республики. За счет бюджетных средств республики разработана проектно-сметная документация на реконструкцию объектов водоснабжения и листы. Планируется строительство надземных резервуаров чистой воды, реконструкция водозаборов и магистрального водовода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова